Книга «Открытым оком», том 16, тема «Пища. Пост», вопрос 3045. О каких постах говорится здесь? Как и у нас тоже четыре поста. Захарий 8, 18-19. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. «Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Согласно Библии, у евреев был только один пост. Левит 16, 29. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлиц, поселившийся между вами. Этот день был днем великого очищения народа». Число 29, 7. «И в десятый день сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши, и никакого дела не делайте». Именно об этом месяце упоминается о Луке. «Деяние 27, 9. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал». Продолжительность поста была только один день, в который ничего не вкушали. Библия дает понятие о посте, как о помощи в горе, в несчастьях, при смерти. 1 царств 31, 12, 2 царств 1, 12, Псалом 108, 24. «Понятие о посте было живо всегда в народе, и в случае беды болезни прибегали к посту, как к надежному средству, показать свое смирение перед Иеговой, Богом евреев. Надевали на себя мешковину, посыпали головы пеплом, землей». 1 царств 7, 6, Неиме 9, 1, Иеремия 36, 9, Иоиль 2, 15. «Вавилонский плен многому научил» – Захарий 7, 3. «И спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, «Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал, это уже много лет». Когда была разрушена столица евреев Иерусалим, они учредили национальный пост в честь сей страшной трагедии» – Иеремия 36, 9. «В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицем Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских». «Чудо мира храм Соломонов был сожжен Навуходоносором, а затем отстроен Зорувавелем, но память о катастрофе отмечалась ежегодно постом» – Иеремия 52, 15. «В пятый месяц, в десятый день месяца, это был девятнадцатый год царя Навуходоносора, царя Вавилонского. Пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским в Иерусалим. Что именно в честь этих событий были посты, нужно сравнивать даты указанных бедствий и даты поста у Захарии Пророка. «Гадолия, ставленник завоевателей, был умершвлен лжепатриотами, и в честь его тоже был назначен пост» – Иеремий 41, 1 и далее. «И было в седьмой месяц, Исмаил, сын Нафании, сына Елесама, из племени царского. И вельможи царя, и десять человек с ним пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в массифу. И там они ели вместе хлеб в массифе, назначили посты по случаю начала осады столицы Иерусалима» – Иеремии 52, 4. «И было в девятый год его царствования, в десятый месяц, в десятый день месяца пришел Навуходоносор, царь Вавилонский. Сам и все войско его к Иерусалиму и обложили его, и устроили вокруг него насыпи». Но пророки многократно предупреждали, что внешний пост без внутреннего изменения, без покаяния истинного и смирения ничего не дает. Исайя 58, 3, 14. Иеремия 14, 12. Захария 7, 5, 6. «Скажи всему народу сей земли и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семьдесят лет, для меня ли вы постились, а для меня ли, и когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» «Эти четыре поста евреи назначали произвольно, так решили старейшины. Точно так же и монахи-пустынники решили самовластно наложить непосильное бремя на всех четыре и притом многодневных поста. Учитывая, что у евреев эти четыре поста были однодневными, и даже с этими четырьмя постами у пророка Захарии они постились в году только пять дней всего, то мы, по сравнению с ними, сверхпечальные подвижники. Семь недель Великий пост, шесть недель Рождественский пост, две недели Успенский пост и от двух до пяти недель Петров пост. Итого не менее восемнадцати недель, то есть сто двадцать шесть дней. Но у нас еще почти вкруговую два постных дня в неделю. До усекновения главы Иоанна Предтечи, до крестовоздвижения, до два сочельника, набирается не менее двухсот дней в году, а у евреев пять. И получается, что у нас в сорок раз больше постных дней, чем у евреев с их самовластно назначенными постами. И если фарисей высоко думал о себе, ставя в заслугу два постных дня в неделю, то мы тут и ему дадим у корот наше фарисейство Эверест по сравнению с его синаем. Лука 18.12 Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мои таланты, сети рыбака, раскинутые тайно повсеместно, лишь поплавки пока дрожат слегка и наполняют ожиданием действа. Натаскивал апостол Павел близких, посланиями чистил их до блеска, высоких находил и даже самых низких. Учил искать нередко и по леске. Уже в конце, готовясь к переходу, перед собой таланты разложил. Один из них был постоянно годен, затаренный прибытком на годы стеллажи. Иной талант поверхностно подсчитан, бесперспективным кажется запас. Завернут куколкой, неразвитой личинкой, и в судный день меня он не украсит. Широкопрофильный рыбацкий инвентарь ввести, учитывая нашу современность. Так Моисей работал жезлом в старь, то в змея превращая, то скалы рушил с треском. Талант, преобразуя в хлеб и платье, умножим милостыню щедрым раздаянием. Обителью ушедшие заплатят, то и радостью объятого не посчитайте пьяным. Мы говорим талантище о том, что глыбы возвышаются в пустыне, победный гимн с молитвой и постом, курение хвалы столбами дыма. Таланты развивайте у ребенка, учите виденное с Библией сравнить. Все знают, рвется там, где очень тонко. Вплетайте чаще розги и ремни. Бог веры в Иисуса наградил. Ее распространяйте повсеместно. Груженные прибытком корабли взойдут к Христу с богатою невестой. 14 марта 2006 год. Игла.